Успеть доехать и спасти, когда вызов за десятки километров, это тоже задача медиков. Именно поэтому государство и здесь подставляет свое плечо. Автопарк больниц Минской области сегодня пополнился новыми машинами. Среди них есть и целые передвижные комплексы для посещения больных на дому, перевозки пациентов, удобного обследования сельских жителей, чтобы приблизить медпомощь к месту проживания и работы каждого. Репортаж Светлана Лукинюк. Спасибо от пациентов, восхищение от коллег, а также опыт, умноженный на знания. Эта формула успеха людей в белых халатах сложна в своей простоте. Сегодня лучших из медицинских работников, а это и врачи, фельдшеры, санитары, а также фармацевты, пригласили их на одну из площадок автозавода под Борисовым, чтобы вручить именные почетные грамоты накануне профессионального праздника, а также подарки для всех их коллективов, которые они представляют районные больницы. Ведь их пациентам сегодня нужна качественная и быстрая медицинская помощь. Вот эта поликлиника на колесах для отдаленных деревень, да и хуторов, где нет амбулатории, просто находка. Появилась она пять лет назад. Ольга работает на такой уже третий год в Столцовской больнице. Здесь можно сдать анализы, получить минимальное обследование и направление к профильным специалистам. До восьми деревень за восемь часов. Такой график работы. Инвалидов первой, второй группы посещаем, это обязательно. Ну, на дому тоже оказываем помощь. А в среднем вообще за месяц мы объезжаем 43-47 деревень у нас выходят. Это где-то 6-7 участков. Пять таких передвижных станций отправятся в районы Минской области, например, Солигорск и Червенске. Всего 84 новых авто. Это легковые джили и скорые помощи для больниц. Ключи накануне праздника, Дня медицинского работника, лично вручил губернатор Александр Турчин. Вирусная ситуация этого года показала, насколько важна слаженная работа всех звеньев. И в этом наши врачи показали высокий класс. К их профессионализму важно укреплять и материально-техническую базу. И столичный регион постоянно держит эти вопросы на контроле. Нам вручили один автомобиль медицинской помощи и один автомобиль скорой медицинской помощи. Они нам нужны, большое спасибо. У нас достаточно большой район, 42 структурных подразделения. И оказание в том числе сельскому населению квалифицированной медицинской помощи для доставки специалистов, это очень актуально. Приятно, когда нас видят, замечают нашу работу, ценят и благодарят. Это очень важно для каждого медицинского сотрудника. Петр Андрушкевич рассматривает новые авто. Помнит, как работал и на Невах, и москвичах. Говорит, в парке теперь будет пополнение на пять машин. И это здорово. Обновление техники всегда необходимо. Особенно в этот период, период этих пандемий, вы все знаете, и машины работают, и люди работают, тоже на износы водителей. Надо, работают, сколько надо, столько работают. И такая помощь – не разовая акция. 20 миллионов долларов из инновационного фонда Минобилсполком уже направил на закупку современного оборудования. Клиники его получат до конца года. А в каждой районной больнице планируют открыть отделение современной диагностики, лечения с комфортными палатами. Строятся и новые медучреждения. И вот в Жодино строится новая детская поликлиника. Мы планируем построить поликлинику и больницу в Заславле. Необходима поликлиника в Боровлянах. Поэтому это все такие затратные проекты, но тем не менее мы будем находить, изыскивать ресурсы для того, чтобы это сделать в кратчайшие сроки. Конечно, один из основных таких наших сложных объектов – это строительство нового корпуса областной клинической больницы. Там большие ресурсы надо. Но мы постараемся делать все возможное, чтобы все-таки мы этот проект могли реализовать. В планах построить в Минской области современную лабораторию. А из резервного фонда на полмиллиона долларов решили поддержать и санэпидемслужбы. Деньги пойдут на покупку 20 авто. Светлана Лукинюк, Александр Берецкий, агентство теленовостей.